Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Анатолий Викторович Скальный, профессор, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Анатолий Викторович! Анатолий Викторович, что такое инновационная нутрициология? Это нутрициология по-новому, с использованием инноваций. Сейчас у нас такое модное слово «синновации», то есть нечто новое, что завтра станет былью. Мы очень быстро за последние 10-20 лет, даже 10-20, даже не 50 на этом промежутке, у нас кардинально изменились технологии получения пищи, производства новых продуктов. Весь мир экспериментирует с искусственным мясом, с 3D-принтерами, которые поизготавливают что-то. Это все пока не очень эффективно, это все не овладело физическим объемом, но эмоционально очень нравится людям. Человек же существо любопытное, и поэтому всякие такие вещи, они имеют значение. Мне кажется, что надо поддерживать баланс между классическими взглядами, потому что никуда классика не денется, как историю не вычеркнешь, так и инновации. Но сейчас мода на инновации, потому что человечество надеется с помощью новых технологий избежать голода, человечество надеется поменять свою жизнь на более удобную. Но вот мне кажется, здесь есть одна проблема большая, потому что удобство не всегда по-человечески. Человек должен бороться, человек должен страдать, человек должен мечтать, человек должен двигаться, а не только упрощать свою жизнь, потому что, значит, может превратиться в подобие робота. Так что инновация – это хорошо, и инновация – это будьте внимательны, люди. Почему сегодня так много внимания к питанию людей? Как вы считаете? Люди впервые, наверное, за многие тысячелетия наелись. То есть проблема голода становится, банального голода становится все менее значимой. Люди стали дольше жить. Вот изобретение вакцин, антибиотиков привело к тому, что люди стали жить на 30 лет больше. Если мы изменим факторы неинфекционные, которые влияют на продолжительную жизнь, например, факторы питания, то человек будет жить еще на 30 лет дольше. И, в общем-то, наверное, вот это стремление жить, стремление, уже у человека появилось время отвлечься от каких-то тяжелых трудов, тяжелых добывания кусочка хлеба, у него появилось время заняться какими-то другими видами творчеством, заняться экспериментами с питанием, хочется чего-то новенького, потому что у человека появилось время. Я думаю, вот такой мой ответ. И неуемное желание чего-то нового, чего-то попробовать. С одной стороны, это очень хорошо, человек же любопытное животное, но, с другой стороны, это может быть и отвлечением каких-то очень важных вещей. Что-то трудно разобраться. Я думаю, что здесь большое поле деятельности для философов, социологов, психологов, чтобы понять, почему человек хочет новенького. Почему, может быть, если взять нашу страну, у нас, ладно, был когда-то дефицит, но у многих стран дефицита не было, еды. Почему сейчас так интересуется? В общем-то, еще и, наверное, имеет значение задачи, которые ставит перед собой человек. С другой стороны, ему не надо так много работать, чтобы заработать на кусок хлеба. С другой стороны, он хочет попробовать стать сильнее. Многие люди молодятся, несмотря на то, что возраст у них, в общем-то, уже достаточно немоложавый. Многие люди мечтают о том, что будут жить 120 лет и понимают, что, наверное, и больше. Понимают, что для этого нужно что-то менять. А менять можно... А питание – это основа. Питание, да. Потому что, как только прекращается поступление питательных веществ, жизнь прекращается. Анатолий Викторович, на рынке огромное предложение услуг нутрициологов. Как не попасть на удочку мошенников? Потому что далеко не все соответствуют слову «профессионалы». Ну, конечно, нет. Но все, что появляется очень быстро, там всегда рождение некачественного. Потому что оно не может качественно образоваться за короткое время. Например, во Франции очень давние традиции качественного питания. Бережное отношение к пище, к потребителю этой пищи, к человеку. Там никогда не продадут залежалый товар. Ну, я не имею в виду эмигрантов. Я могу иметь в виду французов, которые уже вырастет на этих традициях. Вам никогда не подадут несвежие овощи. То есть за этим очень следят и государство, и сам потребитель, и тот, кто производит. И тот, кто предлагает эти товары. Ну, в общем, не должно быть некачественной пищи. И я считаю, что это очень хорошая традиция во Франции. И она появилась не за три года, а появилась за десятилетия, если не столетия. Точно так же, наверное, и в других странах, где любят кухню. Эти любовь к кухне и любовь к пище, она формировалась длительное время. Сейчас, поскольку появилось много нутрициологов, это люди, которые пытаются удовлетворить, ну, и правильно, конечно, удовлетворить спрос общества на знания в области питания. Казалось бы, ну, что еще надо? Белки, жиры, углеводы, там, что-то прибавил, попил воды. Все нормально, все замечательно. Но человек, который стал познавать мир шире, он стал понимать, а что он ест? Из чего он состоит? Зачем он это делает? В общем, вообще парадокс, с одной стороны, мы идем по пути глобализации, унификации продуктов. Фастфуд, какие-то сети, они же пытаются стандартизовать людей, независимо от расы, пола, возраста, климата, под один набор продуктов. Хотя передовые фастфуд-компании все-таки учитывают. Есть и греческие, в Греции греческие какие-то там изделия, а-ля рюс в России и так далее. Я думаю, что это попытка этот тренд как-то сгладить. Но все-таки есть глобализация, а с другой стороны детализация, то есть поиски чего-то нового, уникального. Многие страны борются за то, чтобы получить такую привязку к географической местности сыра, там, вина и так далее, каких-то новых технологий. Не знаю, к чему это привезет. Мне кажется, все время борьба между белым и черным, между правой и левой позицией, с правой крайней позицией. Человек ищет именно это, ну, как я люблю в качестве образа использовать образ метронома и толкает человека наверх. Потому что пробуя разные крайние позиции, человек выбирает некий оптимум, по которому он движется. Поэтому количество нутрициологов много, потому что есть спрос. Количество некачественных нутрициологов должно быть большим, потому что нельзя вырастить ребенка, 9 детей за 9 месяцев. Ну, то есть не получится, получится один ребенок, так же и специалисты из ниоткуда не берутся. Конечно, есть люди, которые у нас очень страна грамотных людей, очень много людей, которые имеют хорошие базы образования. Они могут стать хорошими нутрициологами. Только в нутрициологии надо помнить, как и в любой науке, не должно быть кумиров, не должно быть слепой веры всему и не должно быть поверхностности. Если ты нутрициолог, то есть ты занимаешься этим как наукой, ты должен базово быть подкованным с точки зрения науки, чтобы давать кому-то советы. Потому что уже нутрициолог подобен врачу. То есть от его неправильного совета человеку может быть нанесен его здоровье вред. Кто такой нутрициолог? Какими качествами, какими знаниями он должен обладать? Наверное, нутрициолог – это все-таки человек с высшего образования, потому что лог наука, да, все-таки высшее образование – это там сфера, где люди уже постигают более такие важные вещи для себя, для окружающих. Второе – нутрициолог – это человек, который действительно интересуется проблемами пищи, биологии, химии. То есть это человек-испытатель. В-третьих, это человек, у которого изудмиссионерство, в хорошем смысле этого слова. То есть он хочет рассказать миру о том, что он знает. Ну и четвертое – это человек-бизнесмен, он хочет на этом заработать. Это уже чисто такой американский подход. Стало модно быть отрицом. С другой стороны, ну, раньше люди жили общинами, жили большими семьями. Сейчас атомизация общества происходит. Мама – в Караганде, папа – непонятно где, сестры – непонятно где, дедушки и бабушки в разных местах. Никто не передает традиции так, как это в традиционных семьях. Ну, только традиционные семьи. Это многие народы, ну, кавказские народы или там евреи, например. Ну, то есть есть много сообществ всевозможных, староблятцы там. Да, люди, которые пытаются быть традиционалистами, оставаться ими. Ну, а все остальные пришли к тому, что спросить-то не у кого. Никто не скажет, никто не видит, как ты питаешься, никто не поправит. Мама далеко, сестры далеко, бабушка далеко. Нет этого преемственности в воспитании. Поэтому нам нужны чьи-то советы. И вот тут как раз есть и плюс, и минус. Плюс – сегодня не пьем молоко. Завтра, оказывается, пить молоко можно. Если какие-то ограничения, кому-то как-то. Сегодня не демеется, потому что холестерин. Завтра, оказывается, что все это непонятная была идея. Почему именно так произошло, непонятно. Вот здесь вот есть крайности. Поэтому все-таки надо быть знающим, иметь предприимчивость, жилку предприимчивости, что я хочу рассказать. Надо иметь жилку миссионерства, но надо иметь совесть. Вот, наверное, для нутрициолога, так же, как для врача, так же, как для педагога, наверное, и для судьи, для юриста, наверное, самое важное в его деятельности – это знание плюс совесть. Потому что мы должны поступать по совести, по отношению к тем, кто тебе подобен. Как сегодня меняется питание людей? Сегодня питание людей меняется в несколько из трендов. Например, у меня была дама, директор Института питания, с интересной фамилией Столтенберг, сестра секретаря НАТО, генеральная секретаря НАТО, которая руководит Институтом питания Норвегии. Она говорит, ну что ж такое, мы страна с таким высоким уровнем доходов и чемпионы по фрозен пицце, по замороженной пицце. Это же не еда. То есть, понимаете, иногда даже доходы, вот мы куда движемся? С одной стороны, хотим унифицироваться, хотим заработать, хотим на ходу. С другой стороны, мы сами перестаем готовить, многие люди перестают готовить, теряют чувство очага, чувство семьи. То есть, оно разрушается. Вот это два таких разных процесса. Другое стороны, кажется, что если я быстрее съем, быстрее побегу, я больше сделаю, больше заработаю. Если не получу от жизни удовольствие, мне это будет не нужно. Поэтому люди в тех обществах, где куда-то бегут на ходу, все делают, почему-то чаще стараются депрессией, почему-то чаще им там встречаются суициды, и почему-то сытые страны, типа Швейцарии, там той же Норвегии и многих других, они страдают от как раз количества больших депрессивных заболеваний. Америка, где полно диетологов, психологов, психиатров, тех, кто знает, нутрициологов. Вот страна, где люди страдают, болеют определенными заболеваниями, особенно психики и те же обменные заболеваниями. Столько у нутрициологов и чемпионы по ожирению. Ну, то есть, все как-то странно. В общем, человек существует непонятное, есть новый интерес, питание. Хорошо, что он появился, потому что люди начнут обращать внимание на то, что они едят, после того, как им предложили все, что возможно. С другой стороны, думаю, все вернется к тому, что будет домашний очаг, если мы хотим, чтобы мы оставались людьми, а не роботами. И где люди, девочки, мальчики, дети, взрослые общаются, готовят пищу, это их объединяет, это создает семейное ощущение семьи. И, наверное, все равно экспериментируют, потому что сейчас очень модные передачи, где знаменитости показывают, как готовить, или какие-то повара известные показывают. Это здорово. Ко всему надо относиться многогранно. Нет правопрямого ответа. Это слишком юные направления, а с другой стороны, слишком старые. Про питание говорили все и везде, когда уже научились люди произносить первые слова. Наверное, первые были обсуждения, вкусно или невкусно, я думаю. Ну и в завершении традиционный совет профессора. Совет профессора, нутрициологов. Помните, что на вас лежит огромная ответственность. Вы должны знать, вы должны чувствовать, вы должны понимать, что вы несете знания, которые могут принести как пользу, так и вред. Поэтому будьте внимательны к тем знаниям, которые вы получаете, и будьте внимательны передачи этих знаний людям. Поступайте по совести, и тогда будет все хорошо. Спасибо, Анатолий Викторович. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова